И снова всем здравствуйте! Ну что, у нас сегодня среда, 17.00 по Москве, а это означает, что гений Шнарха вновь с нами, и мы продолжаем с вами разбираться о том, как же превратить нашу с вами жизнь в источник блаженства, а не в источник разочарования. Так, вижу, Катюша подключилась, Катюша, подавай заявочку, и мы сразу с места в карьер, не задерживая девочки, все, кто в ВИПовке заходят, большая просьба в чаток написать, что эфир начался, астрологи мои тоже, пожалуйста, подключайтесь. Ну и сегодня поговорим о желании из полноты. Так, Екатерина. Сейчас, так, ага, Катюша подала заявочку. Что ж, не было, чтобы меня никто не отвлекал. Поговорим о желании из полноты и желании из пустоты. Я, в принципе, сегодня написала эфир на эту тему. Катюша, привет, дорогая. Здравствуйте. Ага. Давай сейчас отрегулируем. Так, всё, я запускаю ВКонтакте. ВКонтакт нас всегда страхует. Мы с тобой не сговариваясь уже, ну ты посмотри, что происходит, а? Я тут смотри, удивляюсь. Слушай, а ты понимаешь, что это реальный резонанс? Ну, то есть это не так, что это реальный резонанс. Понимаю. Второй раз мы с тобой уже выходим в одинаково, в одинакового цвета одежде. И сегодня мы с тобой женщины в чёрном, поэтому поговорим о желании из пустоты. Ну что, давай для тех, кто не в теме, я в двух словах расскажу, про что вообще мы, про что эфиры по средам. Но сразу скажу, что те, кто присоединяется ВКонтакте, мы вам искренне желаем приобрести, установить Инстаграм и всё-таки смотреть наши эфиры в Инстаграм, где уже видно и меня, и Катю. ВКонтакте просто страхует, потому что иногда Инстаграм слетает, и вообще, как это, один друг хорошо, а два лучше. ВКонтакте это такой добрый старенький друг, который не выполняет некоторые функции, но тем не менее старый добрый друг. По средам 17 часов по Москве мы с Катей, Катя является моим духовным наставником в сфере отношений, в сфере того, как в наше непросткое время без знаний, которых нам не дали построить, таки всё-таки наши всеми любимые, насколько любимые, насколько и болезненные, долгосрочные отношения, не просто построить, да, построить это дело не хитрое, а построить их таким образом, чтобы свет в глазах увеличивался, чтобы радость, секс, счастье спустя годы в паре было всё больше и больше. Вот, и поэтому мы с Катей и в формате кармического менеджмента, и просто потому, что нам хорошо двоём друг с другом, и мы, в принципе, много беседуем и тет-а-тет, и на коуч-сессиях, на которые я, Катя, регулярно прихожу, когда сталкиваюсь с определёнными сложностями. Ну и, конечно же, мы готовы вносить свою лепту в эту непростую, очень притягательную, очень непростую сферу долгосрочных отношений. Ну и, конечно же, секс в этих самых долгосрочных отношениях играет далеко не последнюю роль, и слава тебе Богу, потому что если бы секса не было, мне кажется, мы давно бы уже мужчины и женщины разъехались по разным полушариям и жили бы себе счастливо, да, и не нуждаясь друг в друге. А так всё-таки сексуальное желание нас каким-то образом связали и заставляют расти, потому что приходим мы сюда откровенно для эволюции, мне вот не нравится моя подставка, которая... Приходим мы сюда для эволюции, и, конечно же, долгосрочные отношения, и секс, в частности, является очень хорошим таким... очень хорошим, ну, триггером, или как это назвать, да, заставляющим нас расти, и хотим мы это или не хотим, и замечательный в нас вложен механизм, мы избегаем боли, и по большому счёту, вот, наверное, это нежелание терпеть боль и заставляет нас искать ответы на вопросы, да, ну, и находить, в конечном итоге их находить, потому что кто ищет, тот всегда найдёт. Вот. Мы с тобой уже говорили, в принципе, про внешний и внутренний круг, да, говорили, что, к сожалению, 95% по самым оптимистичным подсчётам уходят всё-таки или разводятся, или уходят на внутренний круг, круг скуки, рутины, ну, и такого редкого, некачественного, нерадующего друг друга секса, ну, формального для галочки, а кто-то, в принципе, не парится даже этим, и просто понимает, что, ну, как бы, можно вообще легко и без секса прожить, потому что что там хорошего, по большому счёту, да, вот, но есть другой путь, есть другой путь, есть внешний круг, на который выйти, ох, как непросто, ох, как непросто, потому что безумно страшно, потому что прыжки веры, это, наверное, самое страшное, что вообще, ну, вот я делала в своей жизни, это безумно страшно, и страшно, потому что, на самом деле, Или в этот момент, когда ты принимаешь решение о том, что ты готова сделать очередной прыжок веры, твое отраженное ощущение себя кричит, понимая, что его время истекло. Ну или истекает, что его жизнь, его факт существования под угрозой. И поэтому страшно, потому что каждый раз, когда мы говорим партнеру о своем виде несчастья, причем говорим грамотно, правильно, используя в том числе и ненасильственное общение. Екатерина, посмотри, посмотри, как я обложилась Розенбергом, имея луну в соединении с Рафой, я обложилась с Розенбергом в параллелью Шнарха. То есть я, конечно же, работаю над собой. И, честно говоря, вспоминаю себя еще 10 лет назад, еще, наверное, даже 5 лет назад, вспоминаю себя и понимаю, что жить со мной было невозможно по определению. Потому что нас не научили, а имея особенности гороскопа, конечно, это было, наверное, такое не для слабонервных испытания. Но я думаю, что я не одна в этом плане, и имя нам легион. И я являюсь, наверное, таким хорошим примером, что все лечится, было бы желание. Было бы желание. И тут, наверное, еще очень важный такой момент, что нужно замучиться, устать уже от своих собственных эмоций, от своих слез, от своих каких-то разочарований. Ну и начать смиренно вопрошать и искать ответы на вопросы, а как же все-таки жить счастливо. Вот. И сегодня с Катюшей мы договорились поговорить о желании из пустоты и его альтернативе желания из полноты. Правильно я ее называю, да? Ну, желание не нужны, такое неполное желание. Пустота, нужда, недостаточность. Да, да, да. И давай тогда сегодня эту тему раскроем. А перед тем, как мы ее раскроем, я со своей стороны, конечно, настоятельно приглашаю всех в ВИП-клуб, потому что в ВИП-клубе существуют абсолютно уникальные модули. И, кстати, модуль «Женская роль», который Наталья лично проводит, там в том числе ходят и шнарки, и не только шнар, потому что проблема-то в том, что мы вступаем в отношения мужчины и женщины, а не научились быть женой, не научились быть партнерами. И, как правило, спустя год-три-пять все равно уходим или в роль мамы, да, пытаясь перевоспитать своего партнера, или в роль дочери, если муж старше, как правило, да, мы становимся такой дочкой у папеньки и тоже терпим крах, потому что с детьми не может быть секса, скажем так. Вот. И «Женская роль», модуль «Женская роль», он, конечно, как раз-таки про то, чтобы стать все-таки равноценным партнером своему мужчине и достигать какого-то блаженства, которое точно возможно. Ну и помимо этого модули и денежный модуль «Деньги – это любовь» и «Мудрое родительство» наше с вами любимое. В субботу я провожу очередной вебинар на тему «Зависимость от гаджетов» и буду рассказывать о том, как помочь ребенку найти свое предназначение. Много у нас программ, и, конечно же, это утренние энергетические практики с Натальей. Поэтому welcome. Ссылку в любом случае вы найдете. Она у меня в ВКонтакте под первым закрепленным постом. В Инстаграм тоже она в шапке профиля. Поэтому welcome, потому что в одиночку в наше время прорваться невозможно. Я глубоко в этом убеждена. Катюш, тебе слово. Итак, что же такое желание из полноты? Почему это такая хорошая, мощная альтернатива желанию из пустоты, из дефицита, из нужды? Наверное, начнем говорить про желание из нужды, из неполноты. Потому что это, скорее всего, сейчас больше норма, чем исключение. И желание из полноты – это как раз уже показатель такой определенной зрелости, развития психоэмоционального, когда люди уже действительно на определенной ступеньке своего личностного роста находятся, когда могут переживать вот это желание из полноты. А мы начинаем взрослеть как раз из состояния нужды, внутренней нужды. Почему? Опять же, потому что у нас есть детское восприятие себя, наше эго формируется само по себе. Эго, да, человеческое, оно рождается в контакте с кем-то. То есть появился другой человек, появился я. И, как правило, это наше первое окружение – это наши родители. И с нашими родителями мы строим наши первые эмоциональные связи. И, ну, наверное, это большая редкость, когда ребенок вырастает из контекста родительского абсолютно целостного здорового существа. Но это пока в наше время, да, это скорее просто какие-то… Ангел. Ангел. Да. Вот. Поэтому мы в этом смысле очень похожи все. И вот эта внутренняя недостаточность, от чего, да, меня недостаточно любили. То есть мы воспринимаем себя, наше эго формируется от того, как к нам относятся близкие нам люди, наши родители. И если там есть какой-то диссонанс во взаимодействии, то у нас где-то записывается ощущение «я недостаточно хорош». «Я недостаточен для того, чтобы меня любили». «Я недостаточен для того, чтобы вообще быть любимым». И вот внутри рождается изначально такое вот ощущение «не до». Сначала «не до меня», да, «я какой-то недостаточно целостный». И вот эта внутренняя пустота, незаполненная, мы её стремимся всю жизнь закрыть. То есть вот это чувство какого-то… Ну, мы не дышим в полную грудь. И нам кажется, что другой человек должен прийти и вернуть нам это ощущение любви, ощущение любимости. То, чего мы не до конца получили с нашими родителями, вот этого полного чуткого чувства «я любим своим мамой», «я любим своим папой», «они там за меня», да, «они меня поддерживают», «они меня безусловно принимают». Если это у нас не родилось, тогда мы, когда встречаем первых своих партнёров, там, в юности, первые браки, может быть, у кого-то единственные браки, но на начальной стадии развития отношений мы проецируем свои ожидания любви на свою первую влюблённость. И это норма. Надо понимать, что это норма, что мы все этим страдаем. Да, слушай, давай я ещё дополню, что даже сейчас, может быть, есть соблазн у тех, у кого как бы повезло с родителями, и родители вроде как налюбили, и там садик до трёх лет не отдавали, да, и на руках носили. Вот даже если допустить такую идеальную ситуацию, мама-папа, полная семья, в любви там, во внимании и так далее, всё по уму, всё, у нас просто уже выражение в семье, всё по шнарку, понимаешь? Но даже в этом случае всё равно были какие-то моменты, а все мы родом из детства, и первый импринт, он, как правило, самый мощный, и любой малыш проснулся в своё время, и мамы нет, и он испугался, что нет мамы рядом. Мама ушла или в туалет, или в магазин, или куда угодно, а малыш заплакал. И вы уже сто лет забыли, это было, когда вам было там шесть месяцев, допустим. Вы уже, конечно же, этого не помните, но первый импринт тихо работает и рулит, и рулит. Поэтому думать, что вот, а у меня хорошая идеальная семья, хорошее гармоничное отношение с родителями, и почему-то не ладится, потому что всё равно есть вот эти моменты, и это, правильно сказать, это норма. Это условия задачи, это не то, это не досадное какое-то недоразумение, которого не должно быть. Это условия задачи, это квест, который мы, будучи душой, пришли сюда решить. Ну, так и welcome, давайте учиться решать, а не пытаться спорить с исходными данными. Исходные данные мы все, ну, скажем так, в определенном таком, из нужды начинаем свой путь взрослый. Да, и более того, Шнар говорит, что вот первое вот это чувство отделенности, меня от другого, появляется как раз на стыке неудовлетворённого желания. Вот этого первого крика, я заплакал, меня мама не взяла на ручки. И тогда детское сознание, оно начинает понимать, что есть мир других, есть я, отдельный какой-то я. И вот это вот область формирования нашего эго. Эго — это набор впечатлений, набор представлений о нас, то, как мы сами себя определяем. И Шнар вообще утверждает, что даже если бы нас там зацеловывали в попу, да, в лобик и в ушки, в глазики, ну, то есть если бы это было даже абсолютная, тотально безусловная такая, любовь, мы бы всё равно сформировались. Нашли бы всё прикопаться. Нашли бы всё прикопаться. Да. Так она выстроена, эта природа. И смысл вот человеческой эволюции заключается в том, что мы вырастаем вот из этого ощущения какой-то недостаточности внутренней. Мы, по сути, теряем, как забываем себя, свою вот истинную целостную природу, а погружаемся в мир представления о себе. То есть вот есть реальность, есть суть, есть природа вещей, а есть наш ум, который это как-то описывает. И то, что мы описываем собой и присваиваем себе, не всегда является истинно нами. Но на определенном... Да, не является истинно нами. Потому что покажите мне людей, которые могут честно, с чистой совестью сказать, я есть Бог. Точка. Даже я, даже я, которая топлю за это, прошиваю, да, под корку наших виповок, что мы богини, и не в плане там, что мы красотки богини, а в прямом смысле этого слова, что мы богини. И об этом это нужно усиленно вспоминать. Да. И, в принципе, вся наша дорожка вот эта человеческая, она и направлена на то, чтобы вспомнить вот эту свою истину. Но вспоминаем мы как? Мы сначала забываем. Мы сначала об этом забываем, мы засыпаем. Мы засыпаем в это маленькое «я», эгоистичное «я», недостаточное «я», нецелостное. И с этим отождествляемся. И, конечно, вот оно, наверное, все знают вот этот привкус внутренней сомнения, неуверенности, боли какой-то, да. Боль, она откуда возникает? Эмоциональная боль. А как раз от ощущения, со мной что-то не так. Я в чём-то нецелостен. И любое переживание болезненное, эмоциональное, которое у нас в жизни было, это просто говорит о том, что вот оно, вот это место, вот это место, о чём мы сейчас и говорим, это недостаточность. И, соответственно, наше бессознательное стремление к целостности, так устроена природа, она хочет к связи нарушенной вначале, потому что ощущение недостаточности, это подразумевает «я отдельный от мира». Вот есть мир, а есть какой-то «я отдельный». И вот это и есть боль наша первая базовая. То есть мы рвём как будто связи с этим окружающим миром, забывая, что мы действительно какое-то божественное единство. Мы об этом не помним. И получается, но в нас вот как какая-то внутренняя память, почему мы все так мечтаем о любви, почему мы все стремимся к этой любви, к этому соединению с людьми. Нам плохо, когда мы не в любви. Память об этом, она где-то в нас есть. То есть этот внутренний импульс, движение к любви, к возврату любящего состояния в себе, мы это ищем всю жизнь. И получается, наше дальнейшее стремление в этом мире найти эту любовь. Где она? Где вот эти вот дары, ценные бриллианты спрятаны? И мы начинаем искать её в других людях. Нам кажется, если нам её не дали, условно у нас родители её забрали, недостаточно нам дали, значит, где-то там же мы её и можем вернуть. То есть мы начинаем искать эту любовь в других людях. Это и есть поиски любви и одобрения, о котором говорит Байрон Кейти. В книге «Мне нужна твоя любовь, это правда ли это?» Это всё про это. Наше базовое стремление к целостности, оно идёт за счёт других людей. Понравиться, быть признанным, быть вхожим в какое-то пространство людей. Я захожу, а мне все рады. Ой, как мне хорошо, как приятно. Я захожу, а мне не рады. Всё. Я начинаю терять почву под ногами. То есть вот так у нас это выстроено. И, конечно, когда мы входим в партнёрство, у нас рождается такой же импульс. Вот, человек пришёл в мою жизнь, и сейчас я вот это вкушу, вот эту любовь. Но что у нас работает? Первое. Я хочу испытать свою целостность за счёт другого, за счёт его любви. Я хочу в его глазах увидеть вот это обожание. Какая я красивая, какая я умная, какая я сексуальная, какая я добрая. То есть мы всё подсознательно, неосознанно. Конечно, сейчас многие скажут, нет, я этого не жду, я сама знаю. Вот я, знаете, за то, чтобы убрать всю духовность и перестать впадать в прелесть. Мы всё равно ждём от партнёра, что он скажет комплимент, что он похвалит там наш, я не знаю, внешний вид, прическу там, что ещё, что там ещё хвалят мужчин. Ну, в общем, короче, признает наше достоинство. И нам всегда хорошо, когда партнёр говорит, что тебе очень идёт эта юбочка, да, тебе очень идут эти духи, тебе очень идёт, ты очень вкусно приготовила кашу. Ты понимаешь, да, я там примеры из жизни. У меня пошли примеры из жизни. Я тебе впервые в жизни вкусную кашу приготовила. Катерина, аплодисменты, пожалуйста, в студию. Просто вы растёте, скажем, не, не, как это, растёте и как-то дрожжа. Вы говорите, я была в шоке, звезда в шоке пребывает. Девочки, я жду аплодисменты в студию. Да, да, это действительно так. И это приятно. Но в чём прелесть партнёрства? Что слава тебе, Господи, партнёр наравне с комплиментами, если он нормальный партнёр, да, а не что-то от тебя хочет, а вот нормальный партнёр, который пришёл в твою жизнь для роста, он наравне с комплиментами всё равно, хочет он этого, не хочет, у него всё равно будет, чем больше он, кстати, не хочет, чем больше он пытается тебя не обидеть, тем больше он всё равно потом прорвётся, просто более импульсивно, более как-то немотивированно, неожиданно и так далее. Но это всё равно произойдёт, и это самое классное. Мы с тобой фразу-то не выучили, да, которую пообещали к сегодняшнему уроку. Ты выучила, нет? Нет, нет. Слушай, но зато я выучила другую фразу, которая меня просто пробила, просто я её цитирую где только могу. Цель брака — сделать отражённое ощущение себя, брак — это система, созданная для того, чтобы сделать отражённое ощущение себя уязвимым и в конечном итоге непереносимым. Я когда это прочитала, я подумала, я, блин, кончила. Я реально кончила, я умею кончать от каких-то интеллектуальных таких... Как я вас понимаю? Я такая же. Ты согласна, что эта фраза просто гениальна? Когда вот так концентрирована, сказана суть, я вот как я в Сакальской, когда Сакальское видео слушала, я реально там в третьей-третьей части прям испытала оргазм. И вот когда я уж нарко прочитала это, что брак — это система, созданная для того, чтобы сделать отражённое ощущение себя уязвимым и в конечном итоге непереносимым, я тоже прям ликовала, потому что это бомба. Ну вот сегодня мне пришло в личное сообщение вопрос, хотя девушка задаёт ещё более уточнить, как это работает, что под этой фразой подразумевается. И вот сейчас логику рассуждений про желание из нужды, мы сейчас перейдём, как раз вот я попробую раскрыть. Может быть, ещё с другого ракурса, да, это утверждение. Вот если дальше развивать логику, мы повторим ещё раз потом эту фразу. Отпираемся, вот то, что вы озвучили, как приятно, когда партнёр говорит, какая я прекрасная, делает мне комплименты. Это есть иноподтверждаемая близость. Я подтверждаю себя за счёт другого человека. Он меня подтверждает. То есть поскольку у нас есть вот это чувство внутренней недостаточности, эгоистичное, базовое, то недостаточность уходит, когда мне кто-то говорит, а ты достаточно. И всё, и я туда выдыхаю. Не сказали, что я достаточно. Не сказали, что я вкусная, я счастлива. Да, и поэтому в первой стадии наших отношений наш партнёр очень активно нас подтверждает влюблённым взглядом, страстью в нашу сторону, да, комплиментами. И почему мы распускаемся в любовь, у нас просто охватывает вот это состояние эйфории, потому что мы ощущаем себя достаточными в глазах другого человека. То есть вот это чувство ценности, мы как в него падаем. Вот это и есть переживание влюблённости. И этот потенциал, который есть в каждом из нас, он живёт всегда. Просто проблема в чём начинает происходить? Если мы определяем себя только через вот это имя подтверждения, и наше желание живёт из нужды, то есть ощущение себя недостаточное, то есть я за счёт другого могу только целостность свою переживать. Я буду зависеть. То есть да, мы говорили, вот вы в своём посте раскрыли, что желание из нужды порождает эмоциональную зависимость. От чего? От того, что мой партнёр должен всегда возвращать мне вот это знак плюс. Состояние счастья, состояние счастья, потому что завтра, когда я приготовлю ещё одну кашу, я буду ждать, что вторая каша будет вкусной, и я в очередной раз убеждусь, что я хорошая хозяйка. Понимаешь? И слава богу, что у нас есть понимание, что всё это игры очень непростые, и не дай бог в них тянутся, да? Конечно, это всё равно приятно, и я не буду локалить. И когда мне говорят, что ты растёшь, но, конечно, это приятно, но надо понимать, что это очень опасная история, если мы втянемся в это, потому что я в эти моменты становлюсь счастлива за счёт другого человека. И это приговор, и это тупик, если вы в это заиграетесь. И на подтверждение в нём нету проблемы. Это прекрасно. Мы все щедрые существа, щедрые на слова, щедрые на поддержку. И, конечно, когда мы даём вот это любящее пространство другим людям, всем от этого приятно, это хорошо. Другой момент, если мы зависим от этого. То есть когда у нас зависимость от этого положительного отношения, тогда мы хрупки становимся. Когда мы определяем себя, когда у нас есть цельно гибкое «я», и эта достаточность, она изнутри, вот это ощущение целостности, она внутри меня уже сформирована, тогда комплименты извне, ну, это просто радость жизни. Мы празднуем этот праздник от того, что всё здорово, тебе хорошо, мне хорошо и замечательно. Если ты завтра скажешь, Каша, там что-то не очень, мой праздник от этого хуже не станет. Да, это знаешь? Моё ощущение себя от этого не разрушится. Да, это мне приходит аналогия, как в море, да? Бывает солнце, и это замечательно, и это очень красиво. Штиль, да, это тоже замечательно и красиво, но бывает и эти, как там называются эти? Села. Ну, короче, и дождь там бывает, и ветер бывает, не ураган, а что в океанах. Буря. Буря бывают, да. И буря так же красиво, как солнце и голубое небо. Вот когда мы науть поймём, что буря, это так же красиво и божественно, да, и целостно, как и солнце, то есть комплименты, когда каша не получится, не удастся, и тебе скажут, Ириш, сегодня что-то совсем всё плохо, то есть буря, да? И ты будешь счастлива, видя эту бурю, понимая, что это повод там для роста изучить, купить кулинарный курс Андрея Петровича, там ещё что-то сделать, да? И будешь радоваться вот этой буре. Вот в чём фишка, а не в том, что партнёр тебе делает комплименты, потому что некоторые, знаешь, буквально всё понимают, вырывают из контекста и начинают вообще, ну, какие-то неадекватные вещи творить, там, или не говорить комплименты, или запрещать партнёру. То есть не проблема в комплиментах, не проблема в том, что партнёр делает вам комплименты, любует с вами, да, говорит, какая вы красивая, в этом проблемы нет. Проблема в том, что мы начинаем от этого зависеть. Зависеть, да. И вот вы показали вот эту разницу, когда, допустим, что происходит, когда я завишу от этого, когда у меня не сформировано внутреннее «я», да, оно хрупкое, а оно формируется за счёт вот этого иноподтверждения. Я буду двигаться постоянно, глядываясь на партнёра. Улыбается, не улыбается, рад, не улыбается. Доволен, недоволен, да. И получается, когда мой партнёр чем-то будет недоволен, а это и есть вот это моё отражённое ощущение себя, я же отражаюсь в его глазах, он недоволен мной, в эту же секунду я становлюсь недовольна собой. Я падаю. Я недовольна собой, я начинаю брать это всё на свой личный счёт. И поскольку у меня нет чёткого знания себя, я буду ощущать себя, опять же, недостаточной. То есть я падаю вот в эту рану, детскую травму, с которой я вышла во взрослую жизнь, да, где я ищу эту ещё любовь родительскую в моём партнёре, вот этот взгляд, безусловное принятие, а тот раз он не принимает меня, безусловно, как так? И всё. И я вот это детское, маленькое моё восприятие, которое было с родителями, сформировано, оно начинает плакать. И что мы делаем? Я, мы падаем в это ощущение, я нелюбима, он меня отвергает, он меня не любит, он меня критикует, я плохая, я недостаточно хороша. И первый интенс, который происходит у нас в эту секунду, мы рвём связь с партнёром, мы закрываемся, наше сердце закрывается. И вот эта такая эйфория, которая была на стадии влюблённости, она раз и схлапывается в момент. Почему? Потому что партнёр стал в эту секунду опасным, он стал нам отражать что-то не то, что-то неприятное, а это неприятное, больно переносимо. То есть мы, почему боль испытываем эмоциональную? Потому что вот в эту секунду мы опять же видим себя маленькими, недостаточными. Активируются, да, активируются вот те гештайты из раннего, раннего детства, которые... Вот это малое я, недостаточное, оно на нас надето в эту секунду и жмёт. От этого нам больно. Нам больно не от того, что он там как-то с нами поступает, от отождествления себя с какой-то... Ну это как 35-й размер обуви на 42-й ступне, да, то есть она жмёт. Ну больше намного, чем то, что мы там себе надумывали. Как я говорила, есть суть, есть реальность, есть наша истинная природа, а есть наше представление об этом. И вот это представление, оно малое. И получается, в момент того, когда рвётся эта связь, мой партнёр меня не подтверждает, я обижаюсь, я закрываюсь, мне становится больно, и моё желание к партнёру исчезает в эту секунду. Наверное, все знаете, каждый на своём опыте, я точно проходила, да, эти переживания, когда вы закрыты, и вы уже не можете стремиться к другому человеку. Тебе не хочется его ни обнять, ни целовать, тебе хочется или уйти заплатить, или высказать всё, что ты о нём думаешь, или там вспомнить его какие-то грехи. Ну то есть тебе точно меньше всего хочется обнять, поцеловать, сказать там какие-то слова любви, да, благодарности. Да. Щедрость исчезает, а появляется вот это чувство нужды. То есть я буду ждать, когда он вернётся и опять меня подтвердит, и скажет, какая я опять прекрасная, чтобы чуть-чуть опять встрепенуться и почувствовать свою силу, да. И здесь вот я нахожусь в состоянии внутренней неудовлетворённости, неполноты. Мне нужен другое, чтобы меня опять почувствовать любовь, опять вернуть мне мою целостность, и я буду нуждаться. И, соответственно, я бессознательно выстраиваю требования к партнёру, ожидания, а ожидания, когда они не реализуются, у меня появляется претензия. И этой претензией я буду давить опять же на него, продавливать с партнёра для того, чтобы он, ну, как Шнар говорит, вы начинаете выжимать все соки из своего партнёра. И нет нашей вины в том, что это происходит. Мы все это делаем. Мы в прошлый раз говорили про обыкновенный брачный садизм. Вот его корни, они отсюда растут. Мы нуждаемся в подтверждении партнёра, мы требуем, но в эту секунду мы забирающие. То есть мы забирающие любовь, но не способны её отдавать. И поэтому вот это желание из нужды, оно, даже если мы входим в близости с этого состояния, наше внимание сфокусировано на том, как другой к нам относится, а не на том, что мы в этот процесс отдаём. То есть наше внимание в делах другого человека, хочет он или не хочет. То есть мы постоянно как будто сверяемся. И это гасит наше природное, личное желание к другому человеку. Мы теряем контакт с собой, мы себя не чувствуем, и мы теряем возбуждение, истинное возбуждение. Мы теряем возможность отдавать и делиться этим. и ждём, что у нас партнёр будет радовать. И получается, что вот это отражённое ощущение себя со временем, как Жнар говорит, если ваш партнёр становится слишком значимым для вас, его значимость растёт выше вашей собственной значимости, вот как раз это и есть зависимость. Мы будем постоянно, нас будет ранить любое его движение, любой его отказ, любой его знак-минус в нашу сторону. И мы будем терять желание, мы будем терять желание, мы будем всё больше дистанцироваться, рвать связь, рвать альянс и больше требовать. И это вот движение получается от партнёра. Мы эмоционально всё больше от него зависим, но душевно всё больше от него отдаляемся. Вот такой парадокс. И вот это вот чувство, я без него не могу, а с ним мне плохо, вот эта зависимость любовная, вот это её корни. Потому что чем меньше мы отдаём партнёру, чем больше мы нуждаемся в партнёре, тем больше мы закрепляемся в идее о своей недостаточности. Что я малая, я без него не проживу, я сама по себе никто, со мной что-то не так, мне нужно. И вот в вопросниках и суде ближнего своего работы в Гаранкете, там есть четвёртый пункт заполнения. Мне необходимо, что сделает вас счастливой. Мне необходимо, чтобы он любил меня. Вот это вот наша нужда. И если мы делаем работу, то там переворот будет. Мне необходимо, чтобы я любила себя. Мне необходимо, чтобы я любила его. И вот эта вот грань в исследовании, когда мы постепенно, и то, куда ведёт Шнар, мы переходим из состояния нужды в состояние полноты. Осознать раз, что вот то, что помогает работа Байранкете с её четвёртым вопросом, кем бы ты был без мысли, что ты нуждаешься в любой любви. Если мы глубоко уйдём в себя, отпустим все идеи о себе, все наши детские сценарии, о том, что родители нас не любили, и просто погрузимся в чистое присутствие, вот я просто есть, мы увидим эту целостность, которая всегда была с нами. Без мысли, что я в нём нуждаюсь, если мы искренне её отпускаем, мы видим, что в нас есть эта Любовь. Она всегда была. В каждую секунду времени вы в этом находитесь. Просто идея и вот это ложное описание себя отрывает вас от этого переживания. И получается, брак, вот эта вот фраза, да, брак необходим для того, чтобы сделать наше отражённое ощущение себя уязвимым и непереносимым. Уязвимым. То есть нам настолько больно вот в этом «малом я», настолько больно быть уже в этой нужде от любви другого человека, что в какой-то момент оно лопает. То есть это так больно, что мы как будто сдаёмся факту, что мы можем быть нелюбимыми кем-то. то есть вот оно непереносимым и становится, и исчезает в ту секунду, когда мы находим внутри себя источник, когда мы перестаём опираться на партнёра, а начинаем опираться на что-то внутри нас, на вот эту целостность, на это присутствие, на эту истинную, вот любящую природу бытийности внутри нашего человеческого существа. И здесь тогда уже начинается другая жизнь. То есть вот этот Рубикон, и когда вначале говорили, что мы в круге комфорта находимся, потом переходим в круг роста, и если взять глобально жизнь, и вопросы нашей человеческой зрелости, это круг комфорта, можно определить, как ещё жизнь из отражённого ощущения себя и зависимости от принятия партнёра, зависимости от иноподтверждаемой вызости. И рост, наша психологическая зрелость, это когда мы уже, лопает вот эта вот наша потребность в другом, и растёт истинное отношение с собой. Я нахожу эту целостность внутри себя, не в партнёре, не в его улыбках, не в его отношении ко мне, а в моём отношении с собой. Я как обнаруживаю себя, может быть, там впервые в жизни, да. И вот переход в круг роста, это когда мы как раз стоим уже на своих ногах. Вот держаться себя, это термин шнарха, да, если вообще брать, его спрашивать. Держаться себя, это такая бомба, это ещё вообще у шнарха, вот чем больше я в него погружаюсь, пропитываюсь, к нему, конечно, самая большая предъява, что, блин, он, сука, очень сложно бежит. И, в принципе, в принципе, так и есть. Мы вот тоже, мы сейчас ездили в Макарелы, я зачитывала главу 11, как раз-таки про альянсы. Слушай, ну там есть, конечно, ещё жёсткая история, но надо понимать, что, скорее всего, всё-таки это не самый профессиональный перевод, потому что профессиональные переводчики, они всё-таки вот эти вещи понимают и, наверное, переводят. Ну, про Матвеева, я сейчас прям сразу добавлю, я его тут смотрела на днях, он, ну, прям прям прямой эфир, когда люди говорили, вы так переводите сложно, вы там, наверное, не профессионал. Он говорит, ребята, у меня 20 лет практики, 10 книг переведённых, мой язык очень простой, все претензии к шнарху. А, всё-таки шнарх, да? Всё-таки шнарх. Я, ну, то есть, ну, я согласна, я согласна, и шнарха, я тоже понимаю, наверняка, блин, какая-нибудь семёрочка, вот надо дату рождения его выяснить. Он, наверняка, какой-нибудь китоид, я вот прям чувствую стиль. Я же с китоидом прожила 10 лет, понимаешь, я вот точно какой-нибудь китоид там. Вот, и, но при этом, блин, ну, там каждая формулировка, если её понять и вот проникнуться идеей этой формулировки, ну, это реально бомба, что целостная гибкая я, да, что дифференциация, что, какое слово я сейчас, держаться за себя. Вот держаться за себя, я вот просто сейчас этим живу, ну, как бы вот медитирую, размышляю над этим. Держаться за себя, если мы поймём, про что это, мы поймём жизнь, мы хакнем эту жизнь, даже просто поняв, что значит держаться за себя. Всё, вам не нужен ни работа, ни шнарх, если вы глубоко, глубоко, глубоко поймёте, вот это его формулировку, и мне кажется, ему можно простить абсолютно всё вот за такие очень ёмкие, точечные, прям стопроцентные формулировки. Екатерина, пользуюсь паузой, пользуюсь паузой, потому что чувствую, что ты, конечно, тебе всё хочется всё-всё-всё выдать, но пользуюсь паузой, пока я призываю всех нас в чате, почти 80 человек в Инстаграм и 17 в ВКонтакте, ВКонтакте видишь всё меньше и меньше, меня это радует, потому что все уходят в Инстаграм, я призываю всю аудиторию, которые будут в записи смотреть, призвать Екатерину к совести, ещё к здравому смыслу, к состраданию, к чему угодно, и всё-таки давайте всем миром синхронизируемся и сделаем так, чтобы Катя Вельковская начала вести ретриты, чтобы политическая ситуация, экономическая ситуация, ситуация с ковидом, всё это успокоилось, и у Кати появилась возможность проводить ретриты, потому что я прям чувствую в тебе этот потенциал и твою мощь и твоё, я бы даже сказала, предназначение, чтобы пары приезжали и под твоим руководством эти вещи прокачивали, потому что можно говорить до бесконечности, но я вот с тобой тоже делилась своими реализациями, да, что как же тяжело от слов, от теории, от разговоров перейти к делу, перейти к упражнениям, потому что шнарпить даёт ещё и упражнения, и тут даже не то, что тяжело, а мне кажется, не совсем, наверное, правильно, если кто-то в паре, ну а понятно, да, кто и всё равно кто интуит, то есть тот, кто за перспективы отвечает, начнёт тихонечко быть вот тренером, ну тренером, понимаешь, то есть нельзя лечить, да, то есть, ну, должен быть наставник, поэтому, девчонки, давайте сейчас прямо свои сердечки пишите в чате, и пусть это будет такая наша коллективная синхронизация, но то, чтобы у Кати всё-таки появилась возможность проводить ретриты для пар, как их проводит шнарп, потому что там происходит реально чудеса, вот эта пластичность мозга, которую мы вот читали тут в главе про альянсы, я понимаю, про что он пишет, потому что это реально, я уже не говорю про косметический эффект от этой истории, про то, что вы становитесь здоровее, что вы становитесь моложе, что вы становитесь там счастливее, богаче, но у вас мозг молодеет, потому что наука доказала его пластичность, а пластичность благодаря вот таким упражнениям, благодаря вот этой, видишь, Катюш, тебя девочки поддерживают, спасибо огромное, спасибо, поверь мне, ретритом быть, потому что если Ирина Викторовна что-то сильно захотела, ты же понимаешь, шансов у тебя ноль, ну и кстати, Катя готова, Катя готова, осталось, чтобы все сложилось, Катюш, извини, я не могла не воспользоваться ползой, спасибо, да, да, ретриты, я думаю, что будут, есть видение, что со временем это действительно будет парная работа, потому что когда говорили про синергию группы, да, пара это тоже группа, тогда будет замечательное движение, активное. Да, Катюш, слушай, расскажи еще в двух словах о своем курсе, я так понимаю, что он у тебя вот-вот сейчас стартанет, если уже не стартану. Да, курс будет, завтра будет первое уже занятие, но первое занятие, оно будет открытое, и я приглашаю всех, я просто буду рассказывать структуру курса, правила какие-то курса, да, что там будет, как будет, то есть такая внутренняя уже информация, там не будет теории никакой, не будет занятия, будет просто такое вот ознакомление, поэтому организационные моменты, если вам это интересно, если вы хотите просто пощупать даже на будущее, не сейчас, может быть, вы пойдете, а со временем, вообще ваше, не ваше, этот формат подходит вам, не подходит, можете просто завтра прийти за ссылочкой, вот, у меня на стене ВКонтакте, там есть информация, в инстаграме, и сегодня я тоже проведу в 19.00 вебинар открытый, ну, в принципе, те же смыслы буду передавать уже как-то в индивидуальном таком формате вебинар, а тоже немножко и про курс поговорим. Придите, девочки, обязательно, и рады в вип-клубе будем вас видеть и у Кати, потому что, ну, это прикольно, я вам честно скажу, это иногда страшно, иногда больно, иногда опускаются руки, иногда штормит и кажется, все рушится, да, и я вот просто написала, что у меня, конечно, сразу Катя, я сразу пишу, Катя, Катя, ты мне нужна, я знаю свои особенности, знаю свою астрологическую карту, я не испытываю иллюзий, что я какая-то там прокужденная, просветленная, владеющая работой и так далее, нет, я знаю, что я живой человек, да, и склонна поддаваться эмоциям и так, так хорошо поддаваться, поэтому я сразу, конечно, иду к Кате, говорю, Катюша, и Катя, конечно, ну, на меня абсолютно какое-то мистическое влияние имеет, она настолько успокаивает меня и приводит в это состояние гармонии, из которого я уже потом сама вижу, что я должна сделать, а Катя просто, ну, как бы обрисовывает ситуацию, да, успокаивает ум, обрисовывает ситуацию и вдохновляет, благословляет, вдохновляет, говоря о том, что на самом деле вот это ощущение, что все рушится, да, и конец, на самом деле это самое большое счастье, которое может быть для вашей пары, потому что именно вот такие моменты, когда все рушится и когда очень больно, задача просто поверить мне и пойти в эту боль, и мне очень понравилось не просто пойти, а сделать еще один шаг, ступив в боль, не застрять там, а сделать еще один шаг, вот это, мне кажется, вот это второй шаг, когда ты принимаешь решение пойти в боль и еще один шаг, и там реально открываются такие глубины, я просто свидетельствую о том, что каждый раз, когда ты делаешь прыжок в вере, выбираешь все-таки, да, принимаешь решение, что будь, что будет, но я делаю этот прыжок в вере, учусь его делать, потому что его же нужно сделать правильно, понимаешь, не с позиции требований, да, с позиции ненасильственного общения, то есть очень важно же еще сделать прыжок в вере не с дуру, не абы как, а чтобы он был, ну, такой качественный и трансформационный, и это, конечно, бомба, что происходит после этого, ну, реально магия, происходит реальная магия, у меня уже, да, и вот если вернуться к нашей теме, да, желание из полноты, вы когда делаете этот прыжок, боль, это еще признак того, что где-то есть еще вот этот отражу на ощущение себя, оно становится сейчас очень уязвимым, трясет по швам, и когда вы делаете шаг в уязвимость еще большую, эго же, оно как, оно, бежим, спрятались, и бежим, быстрее, остаемся с собой, и ничего нам не надо, тогда, а здесь как раз почему важно сделать шаг, чтобы оно лопнуло, вот в момент, когда вы делаете шаг, вот это отражение себя лопает, вы переходите в цельность, вот в свою целостность, у тебя реально трясет, у тебя в прямом смысле трясутся руки, дрожит голос, слезы, вот вся эта история, партнер это видит, он это считывает, и дальше происходит магия, дальше происходит магия, и ты думаешь, да, да, и вот, как шаг, да, его вся идея заключена в том, весь смысл, он показывает, что брак, это как раз то место, когда мы заходим туда, такими зелеными, отраждествленными с чем-то малым, отраждаемыми, 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 заходим в брак из нужды, из пустоты, из дефицита, из отраженного ощущения себя, и it's okay, вот очень важно, что это норма, это не что-то, что с вами вот так произошло, это условия квеста, условия задачи на планете Земля. Пока мы переходная форма от животных к человеку, и вот это эго наше, оно же имеет выживательные эти функции, защищаться, рептильный мозг, он проет. За переходную форму ответишь. Ну вот это вот желание наше из нужды, оно звучит, если ты меня любишь, ты сделаешь это так для меня, да, то есть мы требуем, если ты меня любишь, ты должен мне это доказать. И всё, и соответственно, наше восприятие другого человека, и как мы выстраиваем контекст нашего взаимодействия, это насилие, насильственная форма. Почему насильственная? Мне меня мало, я буду тебя продавливать, чтобы мне стало больше. Это вот этот вот формат и отношения, и желание сексуально здесь, ну, в стопроцентных случаях пропадает. Для чего? Для того, чтобы нам стало настолько невыносимо в этой критической массе все этого хаоса, да, куда мы попадаем, кризисы семейные, они вот здесь имеют место быть, для того, чтобы действительно уже оторваться и пойти в эту целостность. То есть мы отрываемся от партнёра, как это отрывается, всё, я сама внутри знаю, кто я, да, и это работа, вот эта работа, она внутренняя, это душевная работа, держаться за себя, это про это, я определяю, чего я хочу, самоопределение моё, внутреннее, и я держусь за себя, как за вот эту внутреннюю целостность, я больше не предаю себя, я её не приступаю, и здесь рождается всё больше и больше уважения к себе, формируется новое восприятие себя, вот оно и есть, это цельное, гибкое я, оно всё твёрже и твёрже, мягкое по форме, но твёрдое внутри, то есть это внешне может быть мягкость, нежность, улыбки, да, то есть наш язык становится уже ненасильственным, он становится любящим, открытым, щедрым, но внутри у нас появляется как будто стержень, характер, да, вот это вот внутреннее, и она непродавливаемая, эта сила, она такая мягкая, но она сила, и вот эта ценность, мы тогда уже партнёра не воспринимаем как того, кто должен нас подтверждать постоянно, мы здесь, вот этот шнар говорит, да, есть самоподтверждаемая близость, когда мы уже отношения строим на самоподтверждение, я знаю, кто я, я знаю, что со мной базово всё хорошо, я могу какие-то вещи делать, ну, там, может быть, я чего-то могу не уметь, но это не определяет меня, то есть здесь мы разопреждевляемся с тем, что иногда проявлено, да, с нашей сутью, то есть мы здесь уже как в суть себя падаем, не умствуем в отношении себя, да, какие-то идеи, ярлыки на себя не вешаем, а как будто больше соединены в контакте с собой, работа Байрон Кейт, эти практика работы, очень здорово это прокачивает, просто деликолепно, то есть вот эти переходы, мне необходимо, чтобы я любила себя, когда я нахожу эту целостность там в четвёртом вопросе, я вижу, господи, да я же такая была всегда, я же, это не от внешней формы зависит, это состояние души, состояние вот этой целостности, кто-то спрашивал в чате, как понять, эта целостность есть или нет, ощущение целостности переживается, переживается как состояние контакта и связи с этим миром, вы как будто, вот этот поток любви, он льётся, мне хорошо, я мир просто люблю, да, то есть я просто в соединении нахожусь с миром, когда я малая, я с ним разделена, я с миром разделена, мир враг, мир мой враг, он опасен. Один раз надо кольнуться и испытать вот это состояние наркотического опьянения, понять, что вот оно, по большому счёту, да, все эти ЛСД, все эти травки, то есть они по большому счёту всё равно дают нам экспириенс вот этого ощущения божественности, этого мира, совершенства и так далее, я сейчас, я надеюсь, вы поняли, шучу, но то есть понять очень легко, если вы любите этот мир, влюблены в себя, влюблены в мир и понимаете, что, ну, это божественно, я божественно, да, и всё вокруг божественно, целостное восприятие мира, вы не оторваны от другого человека, вы в себе видите Бога и в другом видите Бога, вы в этом, как его, в Чикатило видите Бога, в Гитлере видите Бога, понимаете, вы видите божественность и совершенство этого мира, поэтому, ну, пребывать в иллюзиях, что у нас у всех целостная гибкая я не надо, потому что... Это развитие, это процесс, который каждый день мы делаем, да, мы развиваемся, и получается, что, когда в нас этого всё больше и больше, мы можем падать в отражённое ощущение себя, мы можем падать в боль, в малое я, уходить в эго, уходить в насилие, и Шнар говорит, вы будете это делать, вопрос, как вы будете с этим справляться, либо вы легли, и всё, и умираете, либо вы опять встаёте и делаете, падаете, встаёте. Надо понимать, что вставая каждый раз, вы же нарабатываете мышцы определённые, то есть вам каждый раз... проще и проще, то, что вы будете падать, это 100% мы живые, спящие люди, не пребывайте в иллюзиях, что вы встанете и больше не упадёте никогда, не пребывайте в иллюзиях. Вы будете падать, так же падает, как и Катя, и я, и все спящие люди. Но в чём фишка-то? Встав раз, встав два, встав три, у вас натренируется навык вставания. Вот эти мышцы, отвечающие за вставание, они у вас натренируются, психические мышцы, мышцы душевные, работы над собой, да, именно в плане вот этой взрослости, взросления. Натренируются мышцы, и Катя права, когда мне сказала, Ирина Викторовна, самые тяжёлые шаги Веры, это первые шаги, потому что нет ещё экспириенса, что будет после этого шага, нет опыта этого, нет наработок, не натренирована вот эта мышца Д, а потом всё будет легче и легче, а потом даже появится определённая зависимость от этих прыжков. Кураж. Ну да, кураж, потому что это всё равно такая наркотическая история, опьянение, но она природосообразная. Это здоровый дофамин, здоровый дофамин, который определяется в результате нашего развития и роста. Есть дофамин, когда мы вот получаем от партнёра, да, то есть вот он нас радует, и мы вот в этом гармонии счастья находимся, вот это создаёт зависимость. Но когда мы дофамин вырабатываем своей внутренней системой, тогда вот это нам, мы как раз и живём в состоянии нужды, а из полноты. Да, у нас чуть-чуть совсем мало времени осталось, вот прям хочется финально проживать. А не надо, давай, мы же с тобой знаем, что бесплатный тыр бывает только в мышеловке, и баловать это неправильно, да, это уже наше с тобой такое испытание. Хотя я тебя хорошо понимаю, хочется рассказать всё, выдать всё, но это неправильно, это не уложится, а уложится, когда люди платят деньги. Поэтому я со своей стороны приглашаю в бит-клуб, я же со своей же стороны очень советую пройти курс Кати, хотя бы один, а потом уже просто понять, ваш спикер не ваш, ваш наставник не ваш. Конечно, то, что Катя мой наставник, это ну как бы очевидно, и видно, и мы даже уже одеваемся, одинаково. Одинаково. Да, да. Но я желаю вам найти свою банку солёных огурцов, найти своих, свою, как это у пчёл-то, да, найти своих людей, и быть... Свою стаю. Да. Что? Стаю свою найти. Свою стаю, да, правильно, слово никак не могла вспомнить. Найти эту стаю, да, и плыть в этой, лететь в этой стае, плыть в этой стае, стае, идти в этой стае, потому что в одиночку, мне кажется, только а-ля-бай-анкете, картоне, да, и все вот эти пробуждённые, они могут в одиночку, а мы всё-таки всё равно спим, и нам нужна поддержка плечо и окружение, которое тихо делает нас, потому что мы есть те, с кем мы общались вчера, и завтра мы будем теми, с кем мы общаемся сегодня. Я вам очень желаю общаться с людьми, которые заточены на рост, на развитие, на развитие своего цельного гибкого я, на развитие навыка держаться за себя, на то, на то, чтобы превратить, чтобы ваше желание было из полноты, и многое-многое другое, что посредством с Катей мы будем раскрывать, служить этому миру, нарабатывая себе в гуд карму, чего и вам желаем. Катюша, я тебя люблю безумно, я так рада всегда с тобой общаться, мне тоже, я реально делаю над собой усилия, чтобы закончить этот эфир, тем более Инстаграм теперь позволяет дольше часа вести, но я беру себя в руки и усилием воли заканчиваю этот эфир, потому что хорошего понемножку, и всё-таки, ну, нельзя, да, нужно, чтобы люди каким-то образом всё равно отдавали, и вот липовки являются таким хорошим подтверждением. Ну, и девочки из твоих курсов тоже, конечно, видно, что это уже, ну, девчонки другие, другая жизнь, у них другое качество жизни, и это замечательно. Я тебя очень благодарю, и встретимся в следующий среду в 17 часов по Москве, но и из тебя ретрит, Катюш, ты видела, да, люди готовы, мне кажется, вот эти ретриты, когда будут к тебе пары приезжать и прорабатывать в паре вот эти дела, это будет такая бомба, я просто, вот меня прямо завораживает, и это точно будет, это точно будет, и я буду безумно, я буду первая, мы будем первые, мы будем первые. У меня мурашки по коже идут, это тоже картинка рисуется, она приходит, и я понимаю этот объём невероятный, потому что уж на арке не было работы в Байрон Кейте, не было Эрони Берга, это всё соединяется, она прям вместе. А тут работа, а на арке, и ненасильство, вообще это же просто бомба, представляешь, начнут приезжать пары, начнут пары расти, это же, блин, это же, ну, что-то будет просто подобно, мы с тобой, блин, никак не можем выучить фразу, но там что-то подобное взрыву какому-то. Циклотрону, который разбивает атомы, вот этот же квантовый механик, это что-то из квантовой механики в физике. Да, 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 мы с тобой обещали выучить, и не опять не выучили, запороли, но девочки синхронизируются, я думаю, что это просто дело времени, дело времени, эти ретриты, это дело времени, и это будет что-то фантастическое, у нас есть Катя Осколкова, которая, слава тебе, Господи, родила, я думаю, что она всё это дело организует, с радостью, сама примет участие в этом, ну, и всё, и погнали, и погнали наших городских. Да. Хорошо. Спасибо, да, то есть, такое же бы кто-то написал, как час быстро пролетел, на самом деле, такая... Так бывает, так бывает. Да, всё, всего доброго, до следующей среды.